У вас есть какие-нибудь вопросы к Байдену? Позиция какого-то превосходства. Я думаю, что для Путина это неприемлемо. Изменится что-то после встречи? Может ли измениться что-то? Надеюсь, что ничего не изменится, потому что только все в худшую сторону изменяется. Лучше пусть хотя бы какое-то время мы так поживем. А то сейчас придет злое после встречи, еще что-то нам запретит опять. До сих пор не пытались договариваться. Вот это первая попытка не с нашей стороны, с их стороны. Надеюсь, что станет меньше санкций и всяких ограничений. Все, все мои ожидания. Только что вы послушали, как работают российские журналисты, российские пропагандисты в отношении американской политики против Байдена. Это я делаю видео после переговоров Путина и Байдена, которые прошли в Женеве, кажется. Нам очень любят российские кремлевские СМИ пихать идею о том, что Китай, так же как и Россия, яростно настроен против США. Хотя на самом деле это не так. Ярости у китайцев чуть-чуть, так мягко говоря, поменьше. И на самом деле китайцев уже тоже, так же как и казахов, достало это противостояние российско-натовское. Потому что товары из Китая в Европу попадают с трудом из-за Путина. Сейчас я включу репортаж китайского телевидения, который показывает отношение россиян к переговорам Путина и Байдена. Этот репортаж больше напоминает сюжет телеканала Навального, я бы так сказал. Здесь россияне мечтают о мире, дружбе с американцами, мечтают меняться с ними жвачками, сникерсами. Слушайте внимательно. А если не верите мне, переходите по ссылке из описания к этому видео. Приятного просмотра. Напряженные отношения России и США ощущают на себе не только политики, элиты и бизнесмены. Многие россияне считают, что ситуация зашла в тупик. И в Москве с Вашингтоном следует идти на сближение. Я думаю, отношения у нас пока что натянуты, но их нужно налаживать в любом случае. Потому что что здесь, что там, они одинаковые. И это все предрассудки, это все политика. Но отношения мы в любом случае будем налаживать. Я лично считаю, что в основном отношения в любом случае нужны. Всегда полезно, в первую очередь, для простых жителей обеих стран иметь хорошее отношение. Пусть даже это не соседи, но, по крайней мере, большие державы. Самые, наверное, большие. Ну и не считая, конечно, Китая. Ну, я миролюбивый, позитивный человек. И всегда за мир в любом проявлении. Худой ли, отличный ли мир. Всегда хочется, чтобы никогда не было никаких противоречий между людьми, между государствами. Потому что это напрягает. Жизнь коротка. Мы, ну, мягко говоря, мелкие люди. И когда знаешь, что кто-то решает за нашу судьбу, в общем, и очень хорошо. Вот. К Америке отношусь я совершенно нормально. У меня там несколько друзей живут, эмигрировали. Вот. И я поддерживаю с ними отношения. Субтитры сделал DimaTorzok